Спортсмены выкладываются по максимуму, ведь на кону кубок Александра Попова, четырехкратного олимпийского чемпиона. Для победы пловцы преодолевают дистанции от 50 до 400 метров. Не все с легкостью могут осилить такую задачу на одном дыхании. Тяжело, так как в городе нет большего бассейна. Тяжело достаточно. Соревнования по праву можно назвать международными. На состязание прибыли лучшие пловцы из 52 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья и Германии. Всего около 500 участников. Спортсмены говорят, из-за высокой конкуренции уровень волнения просто зашкаливает. Конечно, каждый спортсмен чувствует волнение перед своим стартом. Но каждый с ним как-то справляется. Главное об этом поменьше думать. С кем-то общаться, с друзьями, музыку послушать. Не зацикливаться на этом. Иначе можно перегореть. Вроде готовился, а можно не пропустить. Вот уже девятый год подряд в Свердловской области разыгрывают кубок Александра Попова. На состязание допускают участников от 12 до 14 лет. У каждого должен быть минимум первый разряд по плаванию. Впрочем, среди молодых спортсменов встречаются даже мастера спорта. Сам Александр Попов поясняет. Он вместе с коллегами решил проводить соревнования подобного масштаба, поскольку в этой возрастной категории в спортивном календаре не так много состязаний, где ребята могут проявить себя. У ребят нет ни серьезных значимых мероприятий, соревнований, ни возможности выполнить нормативы. Идеология простая. Помочь детям принять решение о старшем спорте. А еще таким образом готовят золотой запас страны к Олимпийским играм и международным соревнованиям, отмечают организаторы. Кубок Александра Попова будут разыгрывать три дня.